Ребята, всем привет! Всех очень рад видеть вживую. Я из тех, кто очень любит живое общение, любит обнимашки, и для меня этот сложный год ковидный, он действительно был сложным. Я хочу облагодарить организаторов, что они нашли ресурсы, возможности и организовали это большое мероприятие. Спасибо им. Меня зовут Алексей, я совладелец марктех-агентства New Age. Мы сегодня будем с вами говорить о автоматизации, в целом, если вы видите, поток к этому располагает. И в двух словах, почему я? Мы работаем с очень крупными клиентами, и мой опыт в маркетинге уже больше 11 лет. Опыт, непосредственно свое агентство развиваю больше 6 лет. И наша специфика, мы работаем с крупными клиентами, помогаем их командам. Зачастую наши клиенты имеют сильные инхаус-команды, и мы помогаем им делать маркетинг еще больше эффективный, еще более выгодный. И на самом деле наша основная задача – это собрать еще больше данных для того, чтобы на основе них улучшить компанию. Основная часть наших клиентов – это крупный бизнес, это Citrus, Allo, OLX, Prom, Bodo, Rocket и многие-многие большие бренды, которые вы точно видите постоянно в онлайне. Давайте с вами представим, это будет базовый слайд, на который я буду часто ссылаться, как выглядит нынешняя рекламная кампания. Мы, конечно же, сегментируем аудиторию, мы работаем с горячей, нейтральной, холодной аудиторией, и мы должны подобрать большое количество таргетингов, рассегментировать, где есть возможность, для того, чтобы по отдельности на каждую аудиторию работать отдельным креативом, отдельными настройками, отдельной частотой, отдельной ценой и, самое главное, с отдельным KPI. Возьмем, для примера, у нас 5 площадок, 5 серверов. На самом деле там основные 2-3 – это Facebook и Google Ads. Ну, возьмем, для примера, 5. В каждом из них возьмем приблизительно по 20 сегментов. Соответственно, понимаем, для чего. Мы будем делать правильную кампанию, соответственно, количество креативов, которые мы будем показывать пользователям, порядка трех. И количество данных, которые мы можем анализировать в диджитале, их огромное количество. Соответственно, мы представим себе 150 тысяч ячеек, которые ваш специалист, кроме того, что должен запустить, в какой-то период времени, раз в неделю, два раза в неделю, должен проанализировать. И это, на самом деле, достаточно сложно. Если мы говорим о автоматизации, то мы точно понимаем, что без этого мы не справимся. И дальше ту компанию, которую я сейчас показываю как пример, это только базовый пример. В идеале мы должны иметь еще больше сегментов, еще больше данных анализировать. Соответственно, автоматизация нам просто необходима. Немножко философский вопрос. Я больше чем уверен, что на сегодняшний день мы уже перешли в диджитале с эры маркетинга, маркетинга, когда диджитал просто одно из медиа, в эру маркетинговых технологий. Причем это достаточно, давайте, обширное понятие. Мне, кстати, хотелось уточнить, задать вопрос. Кто из вас уже сейчас автоматизирует компании? Давайте, это широкое понятие автоматизация. Вот ровно с этим понятием, давайте, поднимите, пожалуйста, руку, кто уже считает, что их компании автоматизированы? Что они делают? Не так много рук. Я был удивлен, я был уверен, что большая часть скажет, что уже автоматизировано. Средственно, к чему это? В маркетинге точно есть технологии, их много, и они нужны. И использование технологий сокращает ресурсы, которые мы на это потратим, и увеличивает количество транзакций, увеличивает эффективность размещений. Причем мы сейчас говорим не о кейсах, уровня улучшилась на 20-30%, а мы говорим о кратности, когда наши компании стали в 2, в 3, в 4 раза лучше. И о ресурсах, когда тоже ресурсов мы тратим существенно меньше. Возьмем, к примеру, ту же компанию, которую я приводил как пример. Больше 100 сегментов, больше 500 параметров, которые мы анализируем. Для того, чтобы ввести такую компанию, нужно 2-3 постоянных специалиста, которые будут заводить, смотреть, анализировать, улучшать ее постоянно. Соответственно, для этого нам точно нужна автоматизация, и сегодня я не смогу затронуть все аспекты, но затронуть те, которые я считаю самыми приоритетными, самыми важными. Давайте по каждому из них поговорим подробнее. Кто из вас пользуется автозагрузкой? Кто использует при настройке компании файлы автозагрузки? Немного. Окей. Надеюсь, после выступления вы будете использовать больше. Что такое файлы автозагрузки? Это шаблонные документы, которые ты можешь заполнить своими настройками компании, все сделать не через интерфейс, а через некую форму. Это, конечно же, быстрее, это, конечно же, удобней, но для этого нужно подготовиться. Поэтому говорить о том, что мы сейчас будем запускать большую компанию, давайте подготовим файл автозагрузки, так не работает. Вы должны вставить этот файл автозагрузки в свой процесс. Когда вы планируете компанию, когда вы сделали план, с плана делается этот документ и уже автоматом интегрируется в систему. На слайде есть ссылки. Понятное дело, вы их сейчас не прочитаете и не будете читать, но этот материал вам разошлют, вы сможете посмотреть. Это первые шаги, как посмотреть, что такое автозагрузка. И что характерно, что если взять снова же, я буду ссылаться на пример, который был в начале презентации, если взять эту компанию, я попросил оценить, сколько времени нужно нашим специалистам, чтобы ее завести. Мне ответили порядка 10 часов, 2 дня по 5 часов. И это снова же сильные эксперты, это ребята, которые умеют это делать. Если же ты используешь файл автозагрузки, снова же на нашем же опыте, это 2-3 часа. Понимая, что у тебя этот файл уже готовый, ты создаешь новую компанию и запускаешься с ней. Причем, что характерно, мы с вами понимаем, что нынешняя стоимость специалистов достаточно велика. И кроме того, что его на сегодняшний день сложно найти, то проблема еще сколько он стоит, сколько тебе это обойдется. И динамические креативы. Только что о них говорил Антон, и как раз были кейсы по серчу, по шоппингу, и здесь, в принципе, все в большей части понятно. Что касается дисплея и видео, здесь немножко все сложнее. И как это может выглядеть? Я уверен, что каждый из вас видел в Facebook или в Google Ads подобную рекламу. Это футболки с вашим годом рождения. К чему это? В целом мы понимаем, что когда ты увидишь футболку со своим годом рождения, своим месяцем рождения, ты с большей вероятностью ее купишь. Это эффективней. Теперь представим, сколько нужно времени, чтобы сделать для каждого из нас эту индивидуальную футболку. Возьмем аудиторию. 15-45, 30 лет, соответственно, 30 креативов. Если мы возьмем разный дизайн, это еще плюс x5, соответственно, 150 креативов. Если мы сделаем по месяцам, еще 12. Вы понимаете, сколько это времени для дизайнеров, сколько это времени для того, чтобы эту компанию завести. Но при этом инструменты существуют. Есть Creative Studio. Это в инструментах Google Marketing Platform. Есть такой инструмент. Ты можешь создать мастер-баннер, один креатив, и дать параметры, по которым в этом креативе будет меняться. К примеру, год, месяц, будет меняться цена или адрес магазина, или еще что-то. Я думаю, вы уже понимаете, сколько ресурсов и времени мы сэкономим, если мы сможем это реализовать. И да, стоит настроить, да, стоит разобраться с инструментом, но как минимум сделать, на примере написано 10 креативов, 5 ресайзов, 50 креативов, занимает 2-3 дня сильных дизайнеров. Здесь же мы должны сделать один мастер-баннер, один мастер-баннер, и подготовить параметры, по которым он будет меняться в зависимости от аудитории. И это на самом деле достаточно важно и улучшает и эффективность, и экономит много ресурсов. Отчетность. Когда я говорю о отчетности, у меня сразу в голову приходит старый добрый анекдот. Летит Василий Иванович с своим другом Петькой в самолете. Василий Иванович за штурвалом достаточно громко. Петька, приборы! 38! Василий Иванович, что 38? Петька, а что приборы? В данных на самом деле их много. И всегда вопрос, что именно в них смотреть и анализировать. И это на самом деле достаточно важный вопрос. Я уверен, что большинство из вас, когда мы говорим о автоматизации, в первую очередь думает о автоматизации выгрузки данных и что мы с этими данными будем делать. И на сегодняшний день на самом деле существует большое количество шаблонных дашбордов, существует большое количество индивидуальных под какие-то цели дашбордов. И как это делать? Как собирается дашборд? Мы имеем и подключаем к базе данных разные сервера, трекинговые системы аудитора, нашу CRM-ку, аналитикс. Все это загружаем в большую базу данных. И самая основная сложность в дашбордах это не сгрузить данные, а как их потом выгрузить, в каком виде, что вы с этого хотите получить, какой результат, какие выводы. Для примера покажу. Мы, кто знает, чем занимается New Age, мы очень сильны в оценке эффективности медийных компаний. Сегодня Женя рассказывал о брендформансе, о данных пост-ю, кросс-девайсе. Их очень много. Вы смотрите, кроме того, что показателей много, целей много. И загружать эти данные очень сложно. Соответственно, количество данных, которых мы выгружаем, больше 500. И это, поверьте мне, много. Понятное дело, часть из этих данных включает просто проверку. AdServer сходится с трекинговой системой. Или, там, я не знаю, цены, которые бьются в AdServer, сходятся с тем, что мы видим в дашбордах. Мы понимаем, что для того, чтобы анализировать, мы должны быть уверены, что данные корректны. Я с удовольствием поделюсь с вами этим дашбордом. Мы в целом стараемся, если мы что-то новое сделали, поделиться с рынком. Нам не жалко, а вам, надеюсь, полезно. Там есть много интересных и показателей, и алгоритмов, которые помогут сделать ваши дашборды лучше. Поэтому, смотрите, надеюсь, QR-код просканируется. И на этом этапе мне хочется вспомнить, сейчас, как вы понимаете, будет сравнение, сколько было до, сколько после. Мне хочется сравнить с пятилетней компанией. Мы когда-то работали, когда была возможность. Яндекс.Украина. Мы те, кто помогали им размещать большие компании Яндекс.Браузера. Это была, поверьте мне, очень большая компания. Мы предполагаем, 100 строк, это были прямые площадки и количество данных, которые мы анализировали, было там 100-200. Не так много, как сейчас, но все равно их было много. Как это выглядело? Мы запускаем рекламную кампанию, приходит неделя, наша задача выгрузить данные. Как это обычно происходит? Трафик-менеджер приходит в понедельник и начинает грузить данные за прошлую неделю, которая открутилась. Он грузит понедельник, тратит на это вторник, потому что данных много, 100 площадок, разные сервера, много трекинговых данных, много данных, которых нужно объединить, смачить, проверить. И только к среде, к обеду мы отдаем клиенту отчет и вывод. Это работает, это не работает, давайте здесь улучшим, давайте здесь выключим, давайте здесь поднимем ставку или еще что-то. И здесь два момента, которые меня тогда волновали. Первое. На данных, которые мы получили за неделю, мы можем сделать вывод только в среду. Соответственно, три дня мы теряем. На больших компаниях это колоссальные деньги. И три дня мы не можем оптимизировать компанию. И второй момент, который, с одной стороны, конечно, меня волновал, но так как я владелец бизнеса, с какой-то стороны радовал. Клиент мне платил за вот эти 16 часов этого сотрудника. И был счастлив. А был счастлив, потому что мы делали большую работу, мы смотрели много данных, анализировали, и компания его была более успешна. Соответственно, имея автоматизацию как минимум на уровне дашбордов, вы существенно экономите время. И на сегодняшний день, в понедельник к обеду, у вас уже готовый отчет, что нужно делать. Вы можете сделать его в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и так далее. И, наверное, одна из самых важных элементов. Мы все говорим о том, что системы должны нам помочь автоматизировать компанию и должны сами на наших данных уметь работать. Да, я согласен. И при этом я уверен, что маркетинг не такой простой. Действительно, необходимо сначала правильные данные скормить. Стандартные модели атрибуции, стандартные модели оптимизации, которые существуют в Facebook и в Google, я считаю, непрактичные. Компании сильно разные. Возьмем OLX. И вот цель привести нового пользователя в отдельную категорию. Именно нового пользователя. Соответственно, нам сначала нужно поставить этот правильный KPI, после скормить данные пользователя, данные системе. BMW. Мы работаем по воронке. Сперва мы показываем, просто появилась новая модель. Потом мы показываем тех, кто заинтересовались о том, что у этой модели есть классные преимущества. И на третьем этапе те, которые уже хотят записаться на тест-драйв, мы рассказываем, или там записались на тест-драйв, мы рассказываем, что есть special offer, или можно взять в кредит, или еще что-то. И уже другая цель. Поэтому что здесь важно? Это иметь данные и иметь возможность. Именно вот я хочу на этот KPI его улучшить и научить систему это делать. И вот именно на этом этапе большое количество данных, точнее, не данных, большое количество, много в чем нам поможет искусственный интеллект. При этом мы понимаем, что искусственный интеллект обыграет нас шахматы. Причем это сделает успешно и, давайте, бесспорно. Но причина в чем? Шахматная доска имеет ограниченное количество полей, ограниченное количество фигур и ограниченного противника. Но при этом маркетинг, я больше чем уверен, это не шахматная доска. Это что-то существенно большее, неограниченное. Причем, кроме того, что мы не имеем ограниченное количество полей, не имеем ограниченное количество фигур, мы не имеем одного противника. А еще в прошлом году был карантин. Соответственно, это существенные изменения для маркетинга в том числе. Поэтому, да, искусственный интеллект нам нужен и он нам поможет. Но мы должны прийти, ограничить ему эту шахматную доску и поставить условия. Поэтому в автоматизации не все так просто. Да, есть уже готовые решения в инструментах, но если мы говорим о действительно сильных компаниях, мы должны руками продумать логику и сказать, что делать искусственным интеллектом. И там он будет для нас эффективней. И здесь, когда мы говорим о эффективности, извините, когда мы говорим о эффективности, насколько это улучшает, то мы говорим не о времени, который нам экономит, а как часто мы это сможем делать. Научив, выстроив алгоритмы и выстроив процесс, как это работает, мы существенно проще сможем передать это системе и автоматизация будет в реал тайме. К чему это все? Я больше чем уверен, что автоматизация для диджитала это некий процесс, это некая экосистема и количество шестеренок, которые вы будете добавлять, будет постоянно улучшаться, увеличиваться. Сейчас мы затронули четыре основных вопроса, которые я лично считал приоритетными. При этом, как это должно работать? Наш стратег, планер, маркетолог делает медиаплан в какой-то некой своей структуре и с этой структуры, когда нам необходимо, выгружается файл автозагрузки. Уже есть процесс. Этот файл автозагрузки экономит нам время. С этого же файла автозагрузки мы подтягиваем и делаем динамические креативы с изменениями, которые есть на каждой аудитории, с параметрами, которые по каждой аудитории передаются. Также с этого файла медиаплана выгружается структура дашборда с нашими KPI и, соответственно, как только мы сделали план, как только у нас пошли показы, дашборд уже к этому готов. И он анализирует в том виде, в котором мы хотим. Ну и, конечно же, самое важное, когда мы проанализировали, когда мы поняли, что работает, мы можем это зациклить с помощью скриптов и алгоритмов. На самом деле это то, что как раз помогает и делает маркетинг более эффективным. Также что еще хотелось сказать. Как вы знаете, что в маркетинге на сегодняшний день есть много разных примеров, как стоит и не стоит делать. И вот мы сейчас с вами красиво обсудили большую рекламную кампанию на 100 строк с уникальными KPI. Как получается по факту? По факту мы запускаем три таргетинга с базовой моделью оптимизации по клику. И нас это устраивает. А почему? Потому что у нас не хватает ресурсов. И то, что я вам точно порекомендую, и то, что я вам буду советовать делать, это задумывайтесь не то, как сделать быстрее компанию, как продать на нее меньше ресурсов, а как большую классную компанию оптимизировать в процессах. Это на самом деле достаточно важно. Вам спасибо за внимание. Здесь не предусмотрены секции вопросов-ответов, но я сейчас создам у себя в Facebook пост, и если у вас остались, вы можете легко их задать. С большим удовольствием поделюсь и отвечу. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!